Всем привет, ребята, вы на канале Crypto Commons, и вот свежие новости подъехали. Binance снова шалит, а точнее не Binance, а Minuse США обвиняет руководство Binance в отмывании денег. Собственно, это уголовное дело тянется еще с 2018 года, и по нему есть разногласия. Вот, сам Binance, конечно же, естественно, говорит, что он белый пушистый. Кстати, если вы не видели, перевод свежего последнего интервью CZ по поводу краха FTX, безопасности средств на бирже и не только. Сейчас она появится у вас сверху. Вот, ну и что по этому поводу мы можем с вами предположить? Давайте разбираться, и не забудьте поставить лайк, если вам тоже интересна крипто тематика, крипто контент. И подписывайтесь к нам на канал обязательно, если вы сошли впервые. Что можно сказать еще про Binance? BNB, BTC находятся, на самом деле, на очень высоких отметках. Но об этом мы поговорим буквально через минуту, пока аптренд, конечно, он держит. Что еще хочется сказать, что на бирже Binance сейчас в кросс-маржинальном кошельке, в кросс-маржинальном аккаунте, я не могу одолжить BNB. Посмотрите, Borrow Service of BNB временно приостановлен. И о чем это нам говорит? Да походу о том, что Short BNB, BTC, ребята, как раз то, о чем я вам и говорил. Смотрите, помните, кто смотрит меня давно? Меня вот здесь эти идеи начали посещать. Я говорил, что рано, что мы будем еще расти, скорее всего, и надо набирать вот это все зона для меня до набора Short BNB, BTC. Но они, суки, не дают этого сделать, представляете, что происходит? Ты же не можешь на фьючерсах шортить именно к битку. Потому что, смотрите, BNB к доллару, он-то, конечно, в корне различается с тем, что мы видим к битку. То есть BNB к доллару уже, в принципе, находится достаточно долго в даунтренде. И по нему даже видно, что пик-то был вот здесь, на самом деле. Первый пик у BNB это и был пик. Там, где у битка было 64. А там, где у битка было 69, BNB уже показывал, что это даунтренд, что это нисходящий треугольник, некий, да, но такой не идеальный. И что он может пробиться еще ниже. И вот он пробился еще ниже. И вопрос в том, что он может пробиться еще ниже. Посмотрите, какая у него здесь разворотная, на самом деле, наблюдается свеча. И к доллару, и к биткоину здесь двойная вершина. Это очень показательно, на самом деле, смотреть альты к битку, как они себя ведут. Например, кто не знает или кто помнит, 17-й год поведения Ripple. Посмотрите, к битку и Ripple к доллару. Абсолютно две разные вещи. Там у Ripple к битку была четко ясная большая двойная вершина была. А к доллару там первую даже не видно. То есть там еще в 20 раз весь рынок вырос. Короче, это важно смотреть. И что мы здесь видим? Что BNB к битку все еще по какой-то причине, совершенно странной, не находится в даунтренде. Вот. И чего я жду здесь? Это такого, ну, как минимум, мини-медвежьего рынка. А то, может быть, и большого медвежьего рынка. Ну, вот как минимум, как был вот здесь, понимаете, или вот здесь. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, что наилучшее время для этого. Но они не дают зашортить BNB и BTC. Что можно сделать? Да, в принципе, можно и на байбите легко шортануть BNB к доллару. Видите, просто к BTC пока никто больше нигде не дает. Вот. Потому что глобально, конечно, еще раз говорю, по BNB и BTC планы такие, что он уйдет куда-то ниже миллиона Сатоши в целом. Соответственно, к доллару непонятно, что будет. Он, может быть, будет даже расти. Например, если биткоин сейчас вырастет, там, скажем, в пять раз, а BNB, там, в три раза, там, или в два, да, даже переписав хай или куда-то близко к фоллтайм хаю сходив, то это не отменит вот этот сценарий. Но, тем не менее, к доллару можно, конечно, попробовать его пошортить. Не знаю, на пробитии вот этого уровня надо смотреть. Но что с битком? Что с битком? И на байбите вот у меня уже открыт локальный график, часовой. У нас был, помните, этот аптренд локальный, опять же. Мы его вроде как вчера пробили, и сейчас потенциально можем даже отретестить как сопротивление и уйти еще вниз в более глубокую коррекцию, ребят. Но при этом, что примечательно, что мы опять подходим к этому уровню горизонтальному. Вот, видите, здесь есть уровень, собственно, где у меня последняя точка входа. Вот, я сделал его желтым. Это уровень горизонтального сопротивления, тоже не идеальный, конечно, но в целом он был уже даже пробит, если вы посмотрите. Вот здесь сначала тестово пробит, потом откат назад, потом снова пробит, удержан как поддержка. Вот здесь небольшой нисходящий треугольничек, мы его пробили вниз, и сейчас в чем фишка? Если мы отвергнемся локально, то это да, то это сигнал на шорт. Но если мы его пробиваем, то эта штука называется тест-ретест-откат-пробой. Смотрите, вот у нас был тест-ретест-откат. И если это пробой, ребята, то цели... По цели, ну как я вам уже много раз говорил, как минимум закрыть все локальное падение, последнее, вот это с 20 тысяч по битку, и по эфиру тоже куда-нибудь на 1600 соответственно. Тем более, что мы видим, как уверенно прет у нас дэш, локально опять же, закрыв все падение с 48, вот он идет. Смотрите, он четко держит диагональ этой сетки Fibonacci. И Litecoin, но не забывайте о том, что да, Litecoin тоже четко ее держал, он ее пробил. Смотрите, Litecoin не удерживает уже сейчас 23-ю Fibonacci и диагональ. Соответственно, он может упасть, даже оставаясь в аптренде, если мы развернулись, упасть на 0.38-ю, или, возможно, даже на 0.5-ю Fibonacci, то есть там, буквально, на 66 долларов. Соответственно, и Dash так может сделать, не забывайте об этом, поэтому держите в голове все еще уровни по дэшу. Но тут, кстати, нет, тут уже, смотрите, он выше пошел, поэтому Fibonacci тоже уже становится некорректной, ее надо будет натягивать по-другому. Да, здесь правильнее будет сказать, держите в голове эту мысль, и что когда Dash развернется, вот там мы натянем Fibonacci и посмотрим уже уровни, куда он может упасть. Но, опять же, ребята, эти уровни, это не идеально, ничто не идеально, это просто закономерности. И в природе часто встречаются эти числа Fibonacci, они реально чаще работают, чем нет, но, сами знаете, все бывает по-разному. Поэтому что? Позиции вот слегка в минус сегодня ушли. И единственная плюсовая это Dash, и вообще я вижу, что только Dash Plus из моих топов, и это, конечно, радует, но этот локальный плюс, это пока тоже ни о чем. Так что, да, вернувшись неодолго к BNB, хочу сказать, что локальный шорт напрашивается, вот он уже, возможно, и происходит. Видите, в прошлый раз мы до 0.5 Fibonacci ходили, если, конечно, считать начало импульса отсюда. Давайте посмотрим, здесь мы закрывались всего до 0.38, ну да, на самом деле так правильно будет считать. Соответственно, мы сходили здесь всего до 0.5 Fibonacci. В этой коррекции. И удержали ее со второго раза, и потом пошли выше. Если сейчас, даже вот от этого движения мы сходим до 0.5 Fibonacci, то это 1.400, 1.300 Satoshi. А 0.61,8 это 1.200 Satoshi. И это мы мерим только от этого начала импульса. А если мы посмотрим вот так, то там в целом-то на миллион и ниже миллиона ему падать. В Satoshi, я имею в виду. Вопрос только в том, что будет с рынком к доллару в этот момент, чтобы, да, не прогадать с шортом к доллару, если вы хотите шортить. Поэтому дисклеймер. Взглянем на DXY, индекс доллара. Интересная вещь. Смотрите, он все еще стоит на этом уровне, о котором мы говорили. Вот у него было параболическое движение. Помните, мы его пробили, тоже об этом говорили. Да весь твиттер об этом говорил, в принципе. И вот сейчас мы идем вниз вроде как. Но помните о том, что в любой момент может быть сильный отскок наверх. Он, естественно, в краткосроке, скорее всего, даст дамп на другие активы. Окажет обратно коррелирующее влияние. Но тоже, кстати, не факт и не гарантия. Посмотрите, сколько зеленых точек, сколько всего. Зеркальный уровень может быть отскок. Поэтому аккуратней с лонгами и с большими плечами. В этом смысле. То есть, если вы именно активно торгуете, то будьте готовы там выходить по стоп-лоссу или чего. А если вы накапливаете, ходите, то это лучшие цены, на мой взгляд. И кросс-марджин, кстати, отдельная тема, ребята. Все еще он у них сырой. Но я думаю, что скоро реально мы замутим по нему не то, что видос, а ряд стримов. Ну и в реальном времени будем вести портфель. Жду, как только немного байбит его допилит. Так, а, и фандажа у нас открылась, да? И золото, смотрите, кстати, очень бодро отпрыгнуло. Вот глобально, опять же, осознайте ситуацию, что золото сходило, ложно пробило вот это вот дно вот здесь. И пошло. Причем после дневной желтой точки на сайфере. И пошло. Это так, это картина здорового аптренда, как бы с долгой консолидацией. То есть, вот. Поэтому золото, кстати, тоже интересно. На криптобиржах PAXG оно называется, либо GOLD. Можно тоже его торговать. А S&P идет наверх на бычем дивере, но при этом сейчас упирается в локальную поддержку. Нижнюю границу, да, вот этого примерного коридора. Посмотрим, что будет. Это дневной таймфрейм, кстати. Возможно, после такого дивера мы еще сильнее и отскочим, но перед этим, может, и заколем. Посмотрим, ребята. Эфир к битку. Глянем. Тоже посмотрите, как он идеально держит макроаптренд. Со всякими экстремумами, но тем не менее. Идеально держит макроаптренд, но до поры до времени. Опять же, я не настолько по-обыче настроен на эфир к битку, как на тот же, я не знаю, там, дэш к битку. Вон, кстати, посмотрите, эфир к битку в прошлом цикле показал понижающиеся вершины. А как вы думаете, в какой момент? Вот здесь был пик бычьего рынка, вот здесь, не здесь. Это был май, июнь-май месяц, пик альтсезона летнего. А это был пик бычьего рынка. Поэтому альты нам многие показали дорогу битка дальше. Понимаете, о чем речь? Поэтому по поводу DashBTC хочу всех успокоить, кто все еще в ракете, кто не продал. Потому что мы заработаем деньги именно тех, кто продал и продает сейчас. И вот, посмотрите, идет пробитие. Очень долгое сжатие, очень долгое пробитие. Все еще та же самая желтая точка на недельке на DashBTC, Weekly Cypher, Hikinash. Motherfuck. И вот оно. Здесь и сейчас происходит. Поэтому, ребятушки, торгуем аккуратно. Все ссылки в описании. Всем профитролей. Помните про BNB, то, что он на хаях. Если уж куда-то свитчится с него, то, на мой взгляд, в BitDAO. Или, я не знаю, BitGetToken тоже на хаях, по-моему. На относительных, по крайней мере. BitGet-то неплохая биржа в целом. Если хотите диверсифицироваться, как раз ссылка-то в описании. И на Bybit, и на BitGet. Потому что не надо держать все на одном Binance. Вас ничему не научила история с FTX, что ли? Но BitGetToken, блин, на мой взгляд, он на локальных хаях. Я его, конечно, покупаю понемножку. Но аккуратно. Основную часть котлеты держу пока. Хотя он может, конечно, сделать и вот так. Опять же, мы знаем, это крипторынок. BitGetToken может просто сделать вот так. Что это... Даже не так, а вот так. Что это окажется все прямой линией. Поэтому мы не знаем. И именно поэтому я его чуть-чуть покупаю. Вот. А Bybit замечательная совершенно. Платформа основная сейчас, на которой я торгую. И по BitDAO, просто отдаляясь, да, он там сейчас что-то в боковике стоит, сквизит. Но отдаляясь, ты понимаешь, что потенциал огромный. Поэтому, ребят, не финансовый совет, дисклеймер. Все ссылки в описании. Всем профит ролик. Хорошего настроения. И до следующей встречи. Пока.